всех приветствую мои родные любимые и сталюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле всем желаю добра и всякого блага мира счастья и любви в дома в сердца ваши ну что сегодня продолжаем тему реинкарнации как я обещал несколько роликов единственно я говорил что ролик две темы озвучу это типа семья или безбрачие и отдельно война полов мужские женский пол но вы знаете получается что все-таки я сделал чуть по-другому этот ролик по сути будет не то чтобы прям семьи и безбрачие посвящено а всему вообще что я сейчас скажу разным ипостасием души да а уже все-таки в отдельный ролик я хочу выделить разделение полов мужской женский полу моих ногах караул раны царапнулся чуть-чуть за деревяшку наш боль ужасно вот о чем я хочу поговорить давайте прежде чем о семье сначала просто в общем порассуждаем посмотрим да вот люди в теле мы живем как сказано ну вы знаете мы уже читали с вами книгу бытие на христолюбе на канале сначала люди жили около тысячи лет сел были бессмертными до адам создан человек создан бессмертным потом господь положил такое в кавычках проклятие на самом деле благословение виде ограничения земной жизни этой в теле виде смерти да и мы видим что года жизни человеческой постихоньку господь уменьшал тоже от 1000 лет потом там 400 жили 600 400 где-то так потом все меньше стоит там по 200 180 150 120 и в принципе все знаем эту известную фразу из библии 70 80 до всех лет человеческих на земле по сути средние ну среди назовем неважно 100 лет а все это предел человеческой жизни на земле и вот глядя на окружающих нас людей на самих себя прежде всего и здесь немало важно именно на окружающих нас нас людей не с осуждением а с рассуждением с рассмотрением для познания истины что мы видим увидим что люди очень разные и казалось бы человек может быть по вот этому телу взрослые уже престарелый вот именно уже сто лет а ума простите как у пятилетнего ребенка да как говорят седина в бороду без в ребро то есть на старость такое вытворяет что непонятно вообще вырос из юношеского возраста или нет что по каким-то внешним вот этим знаете принципам когда действительно уже старость а там начинает уж чуть ли правда не в детские игры играться но я не беру сейчас не хочу об этом говорить что есть такое выражение старость второе детство да когда люди наоборот уже идут в другую сторону да становится немощными и по сути и чуть ли не умом но это я бы назвал все-таки искажением когда люди не мудреют с годами до одно дело тело немощным и действительно старики как дети за ними уже надо ухаживать как за детьми то есть сначала родители за детьми ухаживают а потом наоборот да вот а вот другое дело что умственно там идет умолешение ли еще что-нибудь какой-нибудь вот это это я вот не знаю это скорее все зависит все-таки от жизни человека как господь ему какой посылает безумие к старости или господь посылает вы знаете в каком я контексте говорю да человек сам это все пожинает свои плоды своей жизни вот но это что касается таких я бы сказал все-таки безобидных вещей или поверхностных которые не так глубоки в своем искажении в своей греховности да назовем это так порочности а а вот то что ну то что людей игру и под под это под старость развлекалов к тому же совсем за этим такие и детские удовольствия повеселиться посмотреть кто в сто лет начинается парашют там прыгать адреналин чеку еще что-то казалось бы сиди песочком двор посыпай дата мудрости учи юнцов куда только их не несет там чем-то йогой заниматься в сто лет там кто-то скажет неплохо я почему же что все это это очень специфически и это действительно субъективное мнение там хорошо или это плохо вот душа вот именно она не стареет она всегда молодая я сам это теперь на себе тоже ощущаю все-таки все взрослее и взрослее перевалило мне за 35 уже между 35 и сороков ничком уже я себя ощущают вообще я молчу насколько а так то мне по физическому тоже скоро не за горами и 40 будет да вот это все-таки возраст какой-никакой жизнь жизнь-то прошла на самом деле по крайней мере и лук 6 наверное да вот и это ладно это вещи такие-то удовольствие тела и то что человек под старость там всячески себя удовлетворяет доставляется радость я даже говорю я не сказал что в принципе это плохо да да каждый живет как хочет хочет под старость может в детстве не дополучил да и в принципе пусть а если и получил пусть он и под старость там кайфует это я что еще любовь то это есть когда кто-то радуется и мы являемся источником даже это радость так уж не будем тогда этих людей просто хотя бы осуждать и лезть к ним в душу и в жизнь вот а вот другой вопрос что знаете человек вот казалось бы уже растет с годами а вот именно полон страстей именно действительно вредных душе свойств которые действительно имеют безобразный вид когда душа и душа открывается из тела не имеет вид и все это проявляется в делах и словах человека в любом случае весь внутренний мир если бы он внутренний мир исполни кого не колышел да бог бы с ним на самом деле вся сущность любого человека она выливается изливается в этот мир когда его внутренне невидимая энергия становится при прохождении через видимую грань точку между видением становятся видимыми и проявляется это и в словах и делах и тогда это очень часто естественно вредит окружающим людям вынося им боль обиды страдания принося да а какие-то пороки да та же самая алчность или жадность уже 90 лет они все вот залезут на эту гору золотом и все хапают 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 человек ничего не успевает даже подумать тут он целыми днями в бизнесе в делах в обогащении у него же столько на счетах что этого никогда в жизни не потратить а ему уже 90 когда там тратить уже тратить их не в удовольствие что на что ты можешь потратить ты уже вот именно не можешь это никак использовать ты или немощный или больной эти не все можно и кушать а всех а всем а все положено все есть а есть не могу вы помните к нельзя сказалось бы вот там для детей собирает надо ли нам что-то собирать для детей до пищи кровь крыши над головой одежда мы должны детей обеспечить но больше заваливать их златом и серебром вы знаете это порочный путь эти дети будут разбалованы ничего хорошего не будет вспомните экклезиаст он говорил кому я это а кому все достанется что я я все приобрел это будет ли он вообще мудрым и не разбазарит ли все это в один день еще и себе вред нанеся и так и есть на самом поэтому мудрец познавшие то почему и богачи делятся те кто там детям все дают и есть те кто до яд богата дети извини сами поднимать и мы таких видим знаем кто-то там по телевизору кто-то может быть лично ну вот это вот даже со всем даже этого человека неважно там что он детям я сейчас разглагольство делает сам он зачем тебе все это ты же завтра можешь кончиться мало то что в 50 40 в 30 можешь кольца 60 муж когда 90 уж точно кончишься правда творит и на эти деньги там добрые дела до отдавать это тоже великий дар этому тоже надо учиться это же за тяж закопают и все это лежит мертвым грузом не принося никакой пользы да господь говорил не собирать сокровищ на земля собирать не все что значит за счет этих видимых вещей преображать свою душу и вот когда мы видим конечно что люди под уже в возрасте тем более вот такие вещи совершают там алчность жадность злоба да уже скоро помирать а у нее весь мир дерьмо все у него плохие президенты соседи вот он просто источает любовь в кавычках да вот и так чего не коснись тут можно перечислять все пороки человеческие до начинается той же самой религиозности опять ты по идее всех старость уж точно должны отходить от этих культов религии всего этого бреда да ну тебе сто лет а ты все вот борода спасает человека или кто в храм не ходит тот все не причащается тебе 90 лет ну ты же должен или матушка это пусть бабушка ты должна понимать то жизнь не в этом суть то а в том что у тебя внутри ты тоже вообще смерть вот кослявая стоит с косой за спиной то или тут справа слева сейчас того гляди и посечет неужели ты не понимаешь что не в этом суть то и так и уходит в гроб не понимаю лишь бы со святыми упокой вот отпели от плясали ну разве в этом суть то и действительно может быть молодой парень девушкой все понимает и добрая и скромная и нежадная и истинная и искренняя то есть мы видим светлых людей уже в 30 ничем не надо образно говоря ничего не надо нам всем что-то надо да ну вопрос что мы за это готовы платить и готовы ли мы с этим расстаться привязаны ли мы к этому или нет да то есть это я раз хотел сказать именно про вот эту зрелость души вы знаете меня полно роликов на эту тему я всегда исповедовал что душа имеет свой возраст какой-то но я не касался никогда этих тем всему свое время видимо действительно все таки это за одну жизнь так душа успевает или нет я тоже когда анализировал все и смотрел конечно я ни с кем особо на темы не общался тем более в христианстве это не исповедуется явно там перед а то и вообще не исповедуются мы с вами читали в википедии что есть эзотерическое христианство поэтому сказать про что вообще в христианстве исповедуется так нельзя более того это может быть частным мировоззрением как мы с вами читали исповеданием как моё например и при этом я считаю себя христианином последователем учения христа и помимо этого я всегда угарил об опыте да я задумывался ну вот как здесь ведь вы посмотрите на людей один умный другой дурак именно дурак и дальше скажу не вот как игру не по человеку что он избирает зло осмыслены действительно не очень умный так назовем туда паха способны не способны да один умеет петь другой не умеет один умеет танцевать другой не умеет один красивый другой некрасивый пусть или действительно урод с увечьями с болезнями с психическим с физическими а сколько времен разных ведь в разные времена все разные эпохи разные нравы какие-то разные мироощущения а сколько ипостасей другого Бытия, ты можешь быть женатым Можешь быть неженатым Можешь быть монахом, можешь быть просто Одиночкой, можешь быть Дважды женатым, ну или замужем Ну параллельно, да, я так буду называть Чтобы не распыляться Трижды, четырежды, это разные вещи Вы можете быть женатым, у вас могут быть дети Ты можешь быть женатым, у тебя может не быть детей Ты можешь быть женатым, у тебя Может быть приемные дети Ты можешь быть женатым, у тебя и свои дети И приемные Ты можешь быть женатым, у вас вообще нет детей Короче, вариантов миллион и миллионов людей всяких разных. И разные они жижны прожили. Кто-то просидел всю жизнь в тюрьме, просидел справедливо, просидел несправедливо. Кто-то оклеветали, оболгали и всю жизнь незаконно просидел. Кто-то действительно за убийство, за все на свете сидел. Кто-то сидел, как в советское время, за проданные видеокассеты где-то там на рынке или за какой-нибудь колготки, за бубль-гум или что там еще. Тоже вопрос, можно сказать, несправедливо сидел. Кто-то всю жизнь проработал прачкой, кто-то золотым ребенком родился и пальцем о пальцами пошевелил за всю жизнь. Насколько разной жизни и насколько разный опыт в этой жизни приобретала душа. И опять, я сейчас не концентрирую знания, вообще вот внимание на вот этих знаниях. Я отделяю знания коробки черепной, винчестера нашего и знания как умного сердца, да, избирающего между добром и злом, познающего бытие, истину, которая в любви, свободе и бессмертии, да. Но чтобы это познать, вот это, прийти к этому, это какой опыт надо жизни пройти, страданий, вот это, какого-то братства. Кто-то всю жизнь в одиночке просидел, я говорю, без друзей в квартире, там, кто-то супершайками руководил, да. Да это сейчас, это сколько, вот возьмите профессии, я говорю, ипостаси, вот, я говорю, даже семейную вам жизнь перечислил, сколько вариантов может быть семьи, да. Кто-то жил гражданским браком до конца жизни, кто-то многоженство, две-три жены, там опять и свои, не свои, в разные, тем более, вот, сейчас берем, вариант сегодня рассматриваем, что человек все-таки, действительно, душа человеческая, инкарнирует в разные физические тела. Я эти ролики буду через эту призму рассматривать. И вот, когда так задумываешься, я просто стал задумываться, вот, мне тоже, и мне просто тыкали несколько раз, не раз и не два причем, что вот, ты вот не женатый, у тебя детей нет, да ты не знаешь, что такое любовь настоящая, как любить детей, как страдать, наоборот, тоже, как потерять ребенка, это больно. Всегда вот слушал это, ну, я пытался как-то оправдываться, я говорю, в принципе, может, у меня детей нет, есть родители, а родители, я говорю, когда они состариваются, это второе детство, тоже за ними уже надо будет ухаживать, терпеть их капризы, ты уже, как родитель, что-то запрещаешь, что-то разрешаешь, они уже ничего сделать не могут, все, а они только либо соглашаются, либо ты над ними власти имеешь. Ты сильный, ты в достатке, они уже немощные, возможно, без достатка, да, вот, и как я только тоже не пытался, и что, там, не обязательно дети, у меня, вот, я много помогаю, там, все они мои дети, кому я считаю, что я помогаю этим семьям и их детям, да, и плюс, жил я, пусть я гражданскими браками жил, это пусть какая-то семья, какая-никакая, я понимал, что там те же самые, и любовь, и склоки, и, причем, жил у тех, у кого есть дети, и я видел, что дети, это и цветы жизни, и радость, и столько же они горе, и несчастья, и неприятностей порой доставляют, вот, и невыносимые все терпеть их, там, выходки, и, наоборот, конечно же, столько же радости, умиления и веселья, да, доставляют. Я понимал, что, в принципе-то, у меня это где-то все внутри есть, от того, что я сейчас это не переживаю, но я все это понимаю, что значит, там, пережить смерть своего ребенка, да, я, да, понятно, я букашку порой, у меня, то кошки эти помирали тут, и всю жизнь, что только не было, да, я там из-за кошки три дня горю, и уж понятно, дитё, с которым ты жил бок о бок, жена, дети, родители, все равно уходят, а что я не понимаю, да, все я понимаю, причем, не на умовом, а на физическом уровне, вот, что там непонятного, боль, конечно, дикая боль, страдания, печаль, вот, от всего этого. И да, когда мне это говорили, я все равно задумался, ну что, ну вот, а как мне это узнать, ну что мне, за все, и хорошо, но ты мне этим тычешь, я говорю, почему никогда нельзя идти у всех на поводу и делать все, что все тебе говорят, ты все равно не сделаешь, вот в комментариях, всем не угодишь, и эти проповеди, ролики, у каждого в свой период жизни, соответственно, своему возрасту, времени, состоянию, здоров он сейчас или болен, реакция абсолютно разная, вы все знаете прекрасно, что половина всяких ссор, скандалов в семье, порой это просто несостыковка состояния тоже, да он бы вчера бы это сроду бы не сказал, но у него, его там довели на работе, он им дом сорвался, да, понятно, что несправедливо, но, так скажем, была и причина, да, вот. И я тогда вот все время задумывался, я Господу задавал вопрос, ну а что мне теперь, ну что мне, во всех ипостасях побыть, и то, в чем-то от меня зависит, хотя та же самая женитьба, знаете, пойти на первую встречу жениться, вот чтобы тут вкусить, и то, получается, хотя говорят, что семья все-таки, я считаю, что все в жизни должно быть все-таки для счастья, а если ты ее вообще не любишь, она тебе внешне не нравится, внутренне тоже, и просто, как это говорит, что семья это там воспитание, терпение, быть просто терпилой стать там, я в этом смысла не вижу, да, вот, детей, так это вообще не от тебя зависит, у тебя их может не быть, вот, того же самого из дома ребенка там взять, это целая проблема, не факт, что тебе дадут, вот, на все работы, что ли, теперь устроиться, и что теперь, во все тюрьмы пересидеть, может, там что-то я опыт пообрету к душе моей, то есть, я понимал, что это тоже невозможно, и не от тебя все это зависит, но много я понимаю, я осознаю, да, вот, и вы знаете, я говорю, вот, именно вот эти все размышления наталкивали меня на мысль, что у души и возраст все-таки намного больше того тела, в котором мы сейчас друг друга видим, ощущаем в этом бытие, и я понимаю, что это действительно так, и действительно, что у души есть разные люди, я говорю, вот я сижу, я вот общаюсь, я говорю, вот он старик, мне говорят, ты должен к нему уважение испытывать, я вот общался, кто знает мои беседы с этими, с религиозниками, со всеми верунами, вот он с такой бородой вот доказывает мне весь этот культ, эту бороду, что я вот бритый, я сижу, я вот на него смотрю, да, мне 30, да, казалось бы, я с ним не должен припираться, или что-то ему говорить, но с другой стороны, я на него смотрю, честно, мне у него нечего взять, ну, нечего взять, я реально считаю его не ниже себя, а моложе себя по душе, ну, что взрослый мужчина возьмет у пятилетнего ребенка, который думает, что села его в бороде, как у Самсона в волосах, праведность его в бороде, вернее, вот, неправильно выразился, я сижу на него, смотрю, я думаю, ну, вот передо мной ребенок, естественно, ты так начинаешь публично говорить, тебе начинают тычать, ты гордый, самовознесшийся, опять нюх, а я так ощущаю, я понимаю, что он несет, я говорю, ахинею пятилетнего ребенка, и когда пятилетний ребенок что-то серьезное говорит, ведь взрослые даже смеют, он таким серьезным говорит это, у меня вот нет детей, мне не много случаев в рюкзачке вам что-то рассказать, но видел я эти ролики в интернете, вживую что-то, уж сейчас просто не припомню, общаюсь же с семейными тоже, я понимаю, что я взрослее этого человека, неважно, что мне 30, неважно, что мне 25 было, 20, я ощущал себя всегда стариком, вот всю жизнь у меня это, с 16 лет я хотел уже все, умереть, уже смотрел на жизнь, что я, я еще не мало, что действительно в 16 видел, и сейчас, казалось бы, я не весь мир повидал, ну, мне, он одинаковый для меня, я его как будто весь исколесил, кто знает этот бультик про ежик-то, с медвежонком, вот прям я когда увидел, очень долго смеялся, я как тот старец, который всю землю, это вот так-то еще раз и сходил, это действительно так, у меня это с 16 лет, где-то вот с 15-16, как я стал глубоко над жизнью задумываться уже тогда, как будто я все попробовал, хотя мне 15, я понять не мог, почему я так, мне все говорят, что ты так рассуждаешь, так говоришь, да, прошло 20 лет, а я все на том же самом уровне, и вот я, действительно, вот это меня приводит на мысль, что у души есть разный возраст все-таки, я говорю, я же не приобретал этих опытов, вот, семейных, но я все это понимаю, да, много, и вот, я говорю, именно это, наводит меня на мысль, все-таки у души есть возраст, и есть люди, старцы уже, хотя они в молодом теле, и наоборот, дети, хотя по виду на этой земле, им там под старость, они еще, у тебя за жизнь ничего умного не скажут, я говорю, у нее в 70 лет все одна, ешь, пей, веселись на уме, вот, я говорю, почему троллих даже, в принципе, мне, собственно, сказать-то нечего, я вот сказал свои мысли, может быть, это, ну, хотите, сейчас расскажу о своих прошлых жизнях, хотите, не расскажу, это шутка, я ничего не помню, я не знаю, но по опыту души, и как дерево познается по плодам, Господь природу так сотворил, мы понимаем, и то же самое мы знаем, что человек, то же самое, узнается его внутренний мир по делам, по его словам, и вот по этим делам и словам мы просто можем узнать, вот эту вот душу, возраст ее, вот и все, причем я вам говорил уже, что конкретный опыт, знания, ничего, какая разница, одевались там так, или в короткие бриджи, парики носили, там, эти знания, что ты что-то умел делать, тогда так, ты, может, там был каким-нибудь этим кочегаром печки чистил, сейчас мир цифровых технологий, ты программист, эти знания не нужны будут тебе в следующей жизни, сейчас через сто лет еще будет такое, что то, что ты здесь знал, это вообще азбука, да, эти знания, они не нужны, ты действительно заново приходишь, опять растешь, быстро набираешься этих временных знаний для, просто для жизни, которые тебе нужны, а вот внутреннее, я, о чем мы с вами в прошлом ролике, ну, я монологизировал, вы слушали, да, почитаем ваши комментарии, я, в общем-то, записываю этот ролик, тот только еще, вы еще даже не смотрели, вот, ну, естественно, этот выйдет за ним, то есть вы уже его посмотрели, я еще не знаю вашу реакцию на этот ролик, вот, то вот эти вот знания, они действительно переходящие, и благодаря этим знаниям, всякое доброе, вы знаете, в одной жизни добру вряд ли действительно можно научиться, прямо вот так вот сходу, да, любвеобильности, нестяжательности, да, неалчности вот этой, всему этому, наверное, действительно не сразу, терпению, миру, счастью, благо вот этого, истинность, знания даже, да, они же у тебя формируются потихоньку, и к этому потихоньку все вот так и приходит, вот. Сейчас, секундочку, я кое-что настрою. Вот, так что вот такие вот мои мысли, и вот чисто по делам, по жизни, по ощущениям, и вы также свой возраст, я говорю, можете и других людей, чисто вот так по делам, по вот этой вот мудрости духовной, душевной, как угодно, внутреннего я, что угодно, понять, что человек действительно вряд ли за одну жизнь приобрел такой опыт, вот. Потому что он действительно складывается из опыта. Возможно, я говорю, я не помню своей жизни, я не могу вам рассказать, кем я был, но, возможно, я был уже и королем, и воином убивал людей, потому что, почему говорю так, и выру поеду, что все это убийство, даже во имя типа защиты там ближних, родины, все это чушь, все это зло, и делает тебя несчастным, и не приближает тебя к истине, и ничего, твоя душа не вырастает ни в коем случае. Вот. Был я, возможно, и миллионером, и, наоборот, нищим, и бедным, и здоровым, и больным, потому что многие вещи я все это понимаю, да. Вот. И более того, да, я себя ощущаю, что, надеюсь, я последний раз, если это не последний раз на Земле, потому что мне здесь делать нечего. Это заметно по людям, которые говорят, я бы еще пожил, я не хочу умирать, ой, я еще столько посмотреть хочу. Он даже здесь это говорит, понимаете. У него куча всего, он строит дома, он уже вот, он знает, ему говорят, завтра помрешь, у него болеет, а он все равно тут все строит, лепит, что-то там делает. Почему? Не потому что я же тоже что-то делаю, невозможно лечь и лежать, даже когда ты знаешь, что ты позавтра умлешь. Но, я надеюсь, вы понимаете, о чем я, это видно этих людей. Вот. Он прямо упахивается, ему прямо вот его от этого отодрать невозможно, понимаете. Вот мне детям на то, то, то спеть, у него нет от этого чувства вечности. Он все равно не верит, кстати, ведь многие не верят в бессмертие. Христиан кучи не верят в бессмертие, я же это знаю. Они мне сами, вот я вчера только встречался тут в деревеньке со своими, кого знаю. Он мне все равно говорит, вот он даже при храме помогает, я знаю, там, хороший человек. Он говорит, тоже уже мы все растем, а он стареет, ему уже под 60. Он говорит, ну, кто оттуда возвращался, он христианин. Я говорю, ну, Иисус воскрес вообще-то, вы же каждый раз там вяжите, штукатурку с потолка сыпь. Как же ты не веришь-то? Ну, кто-то знает, что там, худо или плохо. Вот это христианин мне говорит, так называемый, помогающий в храме, поющий Христос в воскресе. И он говорит, ну, кто там, никто же не возвращался оттуда. Я уже давно, говорю, на это спокойно реагирую на все, смотрю, слушаю, вот, с ухмылкой все это, естественно. Потому что серьезно все это, если я ему уже говорил, близко к сердцу я принимаю, все это только терзание, ничего не дающее. А мне ничего, я ничего не собираю здесь, мне ничего здесь не держат, да. То есть я вот, я всегда на чемоданах готов туда, наоборот, я считаю, что там лучше, да, то есть меня тянет туда. А есть люди, которые вот еще здесь. Понятно, что он так здесь и будет, потому что кто что хочет, то и получит. Я вам в прошлом ролике забыл сказать, кстати, а в этом тогда скажу, прямо сейчас вспомнил. В свое время тогда, когда я все это стал изучать вместе с Библией, с Евангелием, с Кораном, вы помните, я все это рассказывал. Я же говорю, я чего только не хапал, я все, что можно было, всю философию какую. Я читал, кто-то, может, тоже читал, можете в комментариях написать. Есть такая книга мертвых, и тибетская, по-моему, тибетская книга мертвых, их есть несколько книг мертвых, и самая древняя, по-моему, тибетская. Я даже не стал сейчас освежать в памяти все перед роликом. Тибетская книга мертвых, она датируется чуть ли не еще дальше сроками, чем Библия даже. Ну, как, понятно, в бытие события описаны самые, сначала, да, вначале сотворил Бог небо и землю. Но тибетская книга мертвых и сами рукопись, что ли, есть, я уже, честно, я по памяти вспоминаю, это 10 лет назад было. И я ее прочитал тогда, вы знаете, она отложилась, и я могу вам напомнить моменты, которые мне засели до сих пор в памяти. Я могу их сейчас озвучить. Возможно, когда мы прочитаем Ветхий Завет и еще раз Новый Завет на Христолюбе, на канале, мы прочитаем эту книгу, тибетскую книгу мертвых. Думаю, что мы это сделаем, загадывать не будем, так, в мыслях есть. Я вам просто оттуда, я могу вам по памяти рассказать, какие у меня впечатления. Там описано, я начало, конца даже не помню, я помню момент, который мне засел в память, что душа летит, она попадает, ну, выходит из тела, летит. Там именно, кстати, описана вот эта реинкарнация, насколько теперь, я-то даже, видимо, толком не понимал, что я читаю. И там описано, как душа летит, и она вот выбирает, куда ей поселиться. И там разное что-то описано, и на меня произвело это впечатление, вы знаете, вот до сих пор это в сердце, я даже все пересказать не могу. Он что-то там описывал, как он выбирал, смотрел, примерял чуть ли не, знаете, эту шкуру вот этого тела и той роли, в какой он будет, какой он будет познавать, как он в этой шкуре будет вот эти грани бытия осознавать, да, все-таки. Он испытает на шкуре, на своей, что такое бедность, что такое богатство, что такое всю жизнь проституткой пробыть, да. Я говорю, где-то в заключении, где-то в угнетении, либо наоборот угнетать и властвовать, да. И меня это вот поразило, причем там, по-моему, он был, когда его и заставляли, и когда он не хотел, и когда он сам хотел, что-то такое. Кому интересно, напишите в комментариях, я думаю, что мы это в свое время обязательно сделаем. На меня она поразила, в принципе, неизгладимое впечатление, больше я ее не читал. Вот этот момент мне, именно этот момент очень сильно запомнился, что там больше я особо не помню. Я говорю, есть и другие книги мертвых, но вот именно эта тибетская книга мертвых очень меня поразила. Все это имеет место быть, может быть. Я вам говорил, одна только несостыковка, у меня немного идет со вторым пришествием Иисуса, как это все связать. Хотя я вам уже говорил, оно и первое пришествие. Знаете, я много перечитал все это, философу, всех мыслителей была одна всегда такая центральная мысль о воплощении Бога, что если Господь придет на землю, то мир просто сгорит и уничтожится. А Господь пришел в кротости и смирении сердца своего и в обычной шляхской плоти. Не извергал он лазера ни из пальца, ни из глаз, никого не сжигал, не испепелял, и земля под ним не сгорала. И более того, он пришел, как скромно и кротко, так и ушел. И все дальше так же продолжается. Вы знаете, возможно, что описанные в книге Откровения события о втором пришествии Иисуса, о новом земле и новом небе, о тысячелетнем царстве на земле, о царстве потом всех со Христом в этом новом Иерусалиме, мы можем понимать абсолютно неверно. Или не так верно, как это понимается сейчас в классике, вот благодаря вот этим вот закваскам и призмам. И вы знаете, возможно, когда мы будем читать второй раз Новый Завет на канале, мы уже попробуем почитать его через призму, допустим, вот такого вот мировоззрения. Потому что я говорю, где тогда все эти, я вам задал вопрос, попробуйте, ответьте на него сами себе, чистым вот здесь сердцем. Это же людей бытия, ну, я вам всегда показывал эту спираль Фибоначчи, образ Бога такой, да, без начала и конца, что в макро, что в микро и в мир. И Бог – это движение, жизнь – это движение. Всегда будут новые души появляться, разрождаться сущности. Хоть мы тут и, получается, если даже мы перерождаемся, то и новые зарождаются. Мы же тоже когда-то зародились, все равно у нас есть начало. Хотя я рассказывал, что когда мы познаем вечность, мы не будем чувствовать, возможно, этого начала. Ощущение само пропадет, потому что не будет ощущения смерти. И начало мы также потеряем, да. И мы вот посмотрим. Там вполне, я говорю, нет ничего такого. Это просто этап. И точно так же, как и первое пришествие, казалось бы, оно должно было коснуться каждого человека. Но мы-то в реальности, как Павел писал, хотя он видел по плоти Иисуса, возможно, хотя мы до сих пор не знаем, он его реально видел в Иерусалиме. Не потом, когда он ему открывался, а именно в Иерусалиме. Сколько ему лет было, видел ли он все это, суд вот этот, распятие Иисуса. Да, мы даже по апостолу-то, по Павлу понять толком не можем это. Вот. И хотя мы теперь не знаем Христа по плоти, да, помните. И мы с вами тоже. Ведь Иисус в нашу жизнь вошел от проповеди, а не от невидимого явного. Говорю, кто сказал, что это событие, второе пришествие, оно тоже не совсем так, как мы его готовы понять. И вы помните, я уж молчу или не молчу, скажу сейчас про те слова Иисуса, которые тоже для нас тайны и загадка, что Авраам все-таки увидел, как бы в синодальном переводе правильно или неправильно донесли до нас. Авраам рад был увидеть день мой. И увидел уже в настоящем. Он говорит, даже получается, тут, наверное, больше подойдет американское понимание времен, вот эти, прошлое в настоящем, как настоящее в прошедшем, да. То есть он увидел. Настоящее в прошедшем, да, по-симпл или как там, по-английски. То есть он увидел. Но это было тогда. Он тогда, когда умер, увидел и возрадовался. А может, он вообще говорит об этом будущем времени, когда мы все его увидим. И причем это Иисус говорит об Аврааме. Мы сейчас не Иова берем в пример, который говорит, знаю, что настанет день, когда вот эти кости все соберутся, да. И он говорит, знаю, что мои глаза, эти глаза увидят Бога. Ну, это ладно, и он неизвестно, о ком говорил об Иисусе, о каком-то божестве, можно все что угодно сейчас сюда приписать. А уж тут Иисус говорит об Аврааме, что он увидел его, не Отца Небесного, а его, и возрадовался. И разве Авраам, какой Авраам день мечтал увидеть? Мы его с вами прочитали, бытие на канале Христолюб, и что? Вы помните этот момент, где Авраам хотел увидеть Иисуса? Нет. Да, обетование, а у него было вот это, вы помните. Хотя вы помните, как тот же самый Иаков, Израиль все переживал, что он в преисподнюю, что сын его в преисподнюю, и он туда же сойдет. Таких загадочных слов много. Это к тому, о чем я в следующем ролике буду говорить о... Ну, я вот так ради веселья назову. Война полов, да? На самом деле, конечно, разговор не об этом немножко пойдет. Хотя это тоже имеет место. У нас вечно кичатся, что я мужчина, я главный, или женщина, ничто, или наоборот, там, в общем, феминизм, и целая каша из этих полов. И мы также вспомним все-таки слова Иисуса, который говорит, что там не будет ни мужского, ни женского. Опять вспомним сотворение человека, все в свободной форме, я буду говорить. Для этого у меня разделенные каналы, где-то мы читаем побольше. Писание все это опираемся как-то, и где я в свободной форме говорю. Вот так вот. Поэтому тут, я говорю, у меня даже ничего не лежит на сердце такого противоречивающего. Я понимаю, что эти, что эти происходящие в будущем события, вообще книга Откровения, это книга символов и тайн, действительно, и как их там не пытаются гадать, раскалывать, я сам записал полное прочтение книги, вы знаете, с полными комментариями и с теми мыслями, какие Господь, как я считаю Господь, как вы, да? Вот запишите за мной, можно писание написать. Я же говорю, как мне Господь на сердце ложил. Я же вам слова Божьи выдаю. И назовите это писание Слово Божье. Причем не через Кузнецова, а просто, не через Христолюба, а просто. Вот Слово Божье. Так что, вот так вот. И я понимаю, что, я говорю, тут нет никакого противоречия. А уж до, сколько там, я говорю, меня вот чисто книга откровений немножко смущает. И что здесь есть, как будто, так как здесь есть время, а время это символ конца, секунда, минута, час, день, символ ограниченности. То есть, казалось бы, как будто есть конец. Хотя это время, получается бесконечное. Оно лишь символ движения, каких-то барьерчиков, но оно также бесконечное. Вечные муки, как любят, да? Вот. Ну, такие у меня мысли, размышления, с вами поделился. Опять же, на, как может это ухудшить мой вектор в познании истины, в святости своей души, в совершенстве своей души? Да никак. В какую я реинкарнацию верю? В постоянную, временную, как там это все? Суть жизни одна. Человек, ты будешь счастлив только тогда, когда будешь творить благо. Всем, вся и повсюду. Тебя здесь будут ждать блага, дальше тебе будет все блажение и блажение. Это факт. Поэтому люди, которые усовершенствуются и становятся совершенными, как совершенный Отец их Небесный, в чем? Веря в Иисуса. Отец Небесный не верит в Иисуса. Он совершенен в любви. Да? Потому что вы помните, там же, где Господь потыдожил, Он перед этим сказал, вам сказано древним, не убей, а я говорю, любите врагов ваши, благословляйте ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас, благотворите всем вокруг, даже готовым убивающих и забирающим ваше это тленное временное тело. Вот. И это к врагам. Я уж молчу про ближних или людям, которые вам ничего не сделали хотя. Ну, вот такой вот мой ролик. Назову его «Ипостаси жизни» или что-нибудь такое. Как-то через призму, так скажем, реинкарнации. Да через все тут у меня. И христианство, и слова Иисуса. Все помните. Я пытаюсь все свое мировоззрение, мысли, свою мудрость, своей души, не знаю, насколько древней. Все это вместе из лица, а брать как-то. Я говорю, отдельно я хочу записать все равно о мужском и женском поле, хотя все это связано. Вот. И я сегодня тоже опять оговорился о выборе вот этой души. Еще я запишу ролик, как обещал, обязательно по судьбе. Если вдруг забуду, напомните мне. Какой мы к Википедии обязательно обратимся. получается о Википедии, он говорил, по сути, такая консолидированная и что-то среднее определение всех определений, которые есть. Порой они, они же порой свое выносят, не ссылаясь никуда. Они делают свое на основе общего мировоззрения. Какого-то. Вот. Ну, я вам скажу свою мысль, что я вкладываю это слово, поэтому я, кстати, иногда употребляю. Особенно, и почему я раньше редко употреблял, а вот как раз если принять реинкарнацию, вот это переселение души из одного физического тела в другую возраст, то тут, конечно, судьбу можно постоянно употреблять, потому что я вам скажу то определение, какое я вкладываю это слово, чтобы им пользоваться, что оно для меня значит. Но это опять же в свете, вот если принимать вот эту вот истинную или неистинную реинкарнацию. Вот так вот. На сегодня все. В комментариях пишите ваши мысли, советы, критику, размышления. Все, я прошу, призываю, делаю в духе любви, мира и мудрости. Всех, кто там ругается, обзывается, жестко что-то наезжает на меня или на кого-то, я буду банить беспощадно, предупреждаю сразу. Вот. Вы можете как бесы Иисусу вопить, не посылая нас в бездну, но я все равно вас туда пошлю. Вот. А так, пожалуйста, все, что... Ваше мнение, пожалуйста, это ваше мнение. Мое мнение, это мое мнение. У меня своя площадка, вы можете завести свою площадку. Там можете ругаться и на меня, и на все что угодно, но на моей площадке я это делать не позволю. Ну, все. Лепим ваши божественные лайки под роликами, ибо все мы боги и дети Всевышнего, все мы. Я с вами прощаюсь, до встречи в следующем ролике. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok